Сегодня обучающее видео! Hello everybody! This is Drunk English! Всем привет! С вами пьяный английский Аня, Марьяна, и сегодня мы с вами поговорим про интонацию. Хватит звучать как русский! Это про меня! Тебе придется сегодня научиться! Все! Ребята готовы? Давайте начинать! Сегодня мы с вами поговорим про интонацию в английских вопросах. Именно в вопросах. Начинаю запоминать прям отсюда. Как вы понимаете, интонация бывает двух видов в английском языке. Если абстрагироваться от всего курса фонетики, то есть только двух видов. Это восходящее и нисходящее. Видишь, я использовала только один кусочек бумаги, чтобы это показать. Мы за природу и все дела. Итак, смотри. Почувствуй сейчас разницу в двух вопросах. Do you like pizza? What's your favorite pizza? Do you like pizza? What's your favorite pizza? Почувствовала? Да. Первая вверх, вторая вниз. О, господи, у меня самый лучший студент в мире! Everybody, this is the best student. Итак, у нас в вопросах, на которые ты отвечаешь, да или нет, то есть вот такие вопросы, которые начинаются с do, have, can, то есть общие вопросы, у нас интонация всегда идет вверх. Так, еще раз. Do you like pizza? Если открытый вопрос, так называется open question, то у нас интонация, знаешь, как бы спотыкается и идет вниз. What's your favorite pizza? What's your favorite pizza? Чувствуешь вот эти горки? Итак, пример вопроса, который у нас с интонацией, которая идет вверх, восходящая интонация. Are you sure? Are you sure? Ты уверен? Или еще Do you wanna go out? Do you wanna go out? Ну, то есть вот ты, ты бы хотел пойти куда-нибудь? Ты бы хотел посмотреть сегодня фильм? Do you wanna see a movie tonight? Movie tonight? То есть, если у нас такой вопрос да или нет, у нас интонация идет вверх. Запомнила, да? А если у нас открытый вопрос? Вниз. Да. Уху! Супер! Хорошо! Прочитай мне вот это, я считаю, что все, как бы зачет. What did you do? Нет. How are you doing? No! 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 How are you doing? What did you do? И еще раз. What did you do? Если вопрос, ответ. Вопрос, вернее, открытие. Если вопрос, ответ. Если вопрос, ответ. Если вопрос, ответ. А, что ты делаешь? Написано. Что ты сделала? Что ты сделала, да? What did you do? What did you do? What did you do? Чувствуешь, да? Или, к примеру. What do you think about it? What do you think about it? Нет. На самом деле, интонация, это самое главное. Вы можете говорить бегло, вы можете просто, я не знаю, изъясняться на английском, как на втором родном. И вот вы пришли на кастинг Джеймса Бонда. Вам дают какие-то реплики. И вы путаетесь в интонации. То есть, вы говорите как русский. Все, ребят, пока. То есть, как раз, когда вы начали язык учить, вам легче сразу сфокусироваться на этом. Сразу начать звучать как native. Потому что вот эта русская ваша интонация... What do you think about it? У нас немножко другая интонация. Это сразу... У нас вообще интонации нет. Серьезно. Относительно американцев или англичан, у нас вообще нет интонации. Мы все говорим ровно. Варюшка все время на математических олимпиадах призы брала. А последний раз на главный приз подарили живого ослика. Так мы его свежими овощами кормили. А потом он сдох, и мы его во дворе детскими совками 4 часа закапывали. Да, это есть такое. Мы действительно... Аня, кстати... Как ты делала это наблюдение? Я не понимаю. Да я просто так разговариваю всегда. Поэтому подумала, что может быть они чем-то от нас отличаются. Поэтому... Нет, мы всегда говорим... Да, мы вот в основном... Мы говорим вот как бы на одном тоне. Или вот сама амплитуда нашего тона, она очень узкая. Когда у нас восходящая интонация, это какие-то такие однозначные вопросы. Типа, ты серьезно? Are you serious? What? Are you crazy? Это как раз таки восходящая интонация. Но когда вопрос у нас не открытый, мы как бы заглушаем последний слог. Ну то есть... Падаем так. Ну что, я смотрю, ты готова у нас попрактиковаться. Да. Talking. What are you talking about? Нет! Опять нет! Вот сейчас Аня прочитала это как русский. About на голове вниз. Нет! У тебя было... What are you talking about? Нет! Ты должна здесь, смотри, интонационно выделить слово talking. About это уже предлог. Это, блин, служебная часть речи. Просто ее... About? Как будто ее вообще нет. What are you talking about? Еще раз, ребята, если вопрос начинается с вопросительного слова what, how, why, when и так далее, то у нас с вами такая спотыкается и вниз, то обязательно выделить вот это предпоследнее слово. What are you talking about? Я понимаю, это тяжело для русских. Мы вам сказали... What are you talking about? О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Вот опять же мы... О чем ты говоришь? Попробуй еще раз. What are you talking about? Можно без паузы? Там нет, блин, ничего обо что... What are you talking about? About... About... What are you talking about? What are you talking about? Ооо... What are you talking about? Вот! Это было уже хорошо. То есть как бы заглушать, знаете, вот это... Вот... У нас вот как бы идет вот такая вот... Кривая. What are you talking about? Where do you come from? Come from? Сейчас ты... Ты выделила вот именно... Where do you come from? Ну то есть как бы... Чувак, ты когда выглядишь не очень, но зеленые глаза... Вот эта вот... Коша, вот этот нос как бы... Where do you come from? Ну то есть как бы... Марс, что там... Нет... Нет, здесь опять же у нас логическое ударение на come from мы вот... Заглушаем. Поехали. Where do you come from? Сейчас происходит так, как будто я тебя пытаю. Можно как-то это естественно? Where do you come from? Where do you come from? Учимся. Учимся. Вот это... Where do you? 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 Where do you come from? Where do you come from? Ну... Да. А это уже было лучше. Поняла? Where do you come from? Здесь у нас какой вопрос? Да или нет. Односложный. Да или нет. Односложный. То есть у нас на последнем слое мы идем вверх. Can you buy me one? Хорошо, это было хорошо. Давай еще раз. Нет, давай еще раз. Can you buy me one? Как вырывается? Можешь купить не один. Можешь зайти не один. Ну, можно это купить, да? Ну, то есть... Ну, или что-то одно, да. Can you buy me one? Супер! When will you go there? То есть когда ты туда доберешься. When will you go there? Опять же, there? When will you go... There? Ну, ты понимаешь, что ты произуешь на русский манер. Просто это вот как из тебя выйдет. Вот смотри, вот сюда За Россию За Россию, матерка, да? Никогда еще не была таким патриотом, когда учила английскую интонацию Уже лучше То есть вот как на D у тебя как будто приглушили тебя О, это хорошо Супер! Попробуй еще раз Супер, да, как будто ты умираешь в конце Опять же Это какой вопрос? Ну, высоко Высоко Да, это вопрос да или нет Это вопрос да или нет Что нам нужно в вопросе да или нет? Нам нужно пойти куда? Туда На обед Когда я сказала, что ты самый умный мой студент, я Не, чуть-чуть преувеличила Ай ю хангри? Ай ю хангри? Ай ю хангри? Смотри, ты можешь хан еще произнести низко, но гри уже пошла вверх Ай ю хангри? Ай ю хан? Ай ю хангри? Вот, то есть Та-та Та-та Очень сложно Ай ю хангри? Ай ю хангри? Окей Следующее Опять же, вопрос начинается с вопросительного слова Он открытый Ну, сейчас я do this произнесла на одном, ну, опять же, по-русски, на одном тоне Уже лучше Уже на this должно меняться, то есть ты говоришь Do this Ооо, вот это было идеально Вот, ты видишь, как у тебя получилось, все очень, вот просто, нейтрал Ай ю хангри? Ребят, минутка для советов Как справиться с интонацией, потому что действительно сложно, как вы видите, Аня до сих пор, как бы, нету Мне нечем дышать Серьезно Что нужно делать, чтобы у вас была идеальная интонация Выбирайте себе, так называемую, role model То есть, role model того человека, за которым вы будете повторять Мужики, берите мужчин, девушки, ну, собственно, девушки, девушек, да, там, актрис, кого-нибудь, на кого вы можете посмотреть В сериалах, в каких-то передачах и так далее И прям повторяйте интонацию Опять же, у тебя не возникло проблем с фразой Are you okay? Потому что ты ее слышала постоянно То есть, понимаешь, где какая интонация чисто интуитивно Вот точно так же и здесь Берете себе вот прям ролевую модель Главное, чтобы была интонация То есть, действительно, легче наблюдать Наблюдать, прислушиваться, обязательно прислушивайтесь Тогда вы поймете, как это работает Да, еще не стесняйтесь Английские, американские, они, ну, кстати, у британцев очень такая интонация У них там вообще она такая, типа Do you like this tomato? Нет, там действительно все сложнее Мы сейчас говорили как раз-таки о интонации в американских вопросах И не стесняйтесь Это такой утрированный язык Are you crazy? No, seriously, are you? Ну, понимаете? Все прям очень утрировано Ребят, учите интонацию Всем спасибо, Аня Надеюсь, ты ее запомнила И теперь будешь говорить просто как техасец Очень вряд ли Пока-пока Пока-пока